Университет Тромси, Арктический университет Норвегии, существует уже полвека. Половину этого времени он находится в тесном сотрудничестве с архангельскими вузами, предшественниками САФУ и Северным Арктическим Федеральным Университетом. Широкий спектр совместных проектов и научных исследований, стажировки и международные конференции, летние школы для магистрантов и аспирантов, экспедиционная деятельность – это лишь часть долголетнего партнерства двух вузов северных стран-соседей. Именно университеты в данном случае стали инициаторами побратимства наших городов. Я имею в виду Архангельская Тромси, взаимодействия наших торгово-промышленных палат. Инициировали очень многие совместные проекты, особенно в сфере образования, науки, экологии, культуры, малого и среднего бизнеса, туризма. И за эти годы более сотни проектов реализовано. В рамках праздничного визита норвежская делегация приняла участие в открытии пятой конференции молодых ученых «Русский Север и Арктика. Фундаментальные проблемы истории и современности». Продолжение школы молодого скандинависта. Конференция началась с презентации уникального издания, первого тома книги, написанной в соавторстве российских и норвежских ученых-историков. Сближение. Россия и Норвегия в 1814-1917 годах, охватывающие два столетия отношений северных соседей. Работа над книгой заняла почти 10 лет и завершилась 200-летнему юбилею принятия Конституции Норвегии. «Эта книга – самый крупный проект в истории ученых-историков в русско-норвежских отношениях. И, кроме того, как здесь мы видели, она не одна. А пока мы ее готовили, еще шесть или семь изданий в ходе подготовки появилось. И все они присутствуют в нашей библиотеке. Поэтому это целый комплекс книг или мегапроект, как сейчас говорят». Во время работы над книгой отношения России и Норвегии на высшем уровне стали прохладными. Но, несмотря на это, научному сообществу удалось сохранить партнерские отношения и завершить совместный проект. «После 2014 года опять стали более холодные климаты, особенно на центральном уровне. Тогда как люди на севере продолжали сотрудничать, как раньше. И поэтому я думаю, что можно смотреть на север, чтобы найти решение наших, рассказать о будущем. Перспективы взаимоотношений двух стран стали главной темой панельной дискуссии северные университеты как центры регионального развития, в которые приняли участие руководители северных вузов, а также представители власти. Эксперты обсудили проблемы и перспективы взаимодействия власти, науки и бизнеса в рамках международного сотрудничества в Арктике. Вот это взаимодействие органов власти, университетов, бизнеса и промышленности, оно, конечно же, как только в этом статье. Ответ на этот литр, в этот ответ, причина эта очень проста. Потому что в Арктике, в этом литре, изменения происходят с такой скоростью, что без этого взаимодействия, без этих коллабораций, мы не сможем понять эти изменения, а их задача минимум, понять их. И задача максимума – предвидеть и предотвратить для того, чтобы жизнь местных сообществ, населения, жизнь северных регионов, не изменилась в лучшую сторону, а стала лучше. Панельная дискуссия завершилась торжественной церемонией вручения звания почетного доктора Сафу президенту Университета Арктики Ларсу Кульруду. В традиционной лекции он рассказал, чем сейчас живет Арктический университет без стен. Это большая честь не только для меня, но и для всего Университета Арктики, который я сегодня представляю. Сафу – один из самых давних членов нашего консорциума. Он осуществляет связь между Востоком и Западом внутри Университета Арктики. Эта связь является залогом мира и диалога между нами. Празднование юбилея завершилось торжественным концертом. Студенты высших школ Сафу представили гостям творческую программу, наполненную духом теплых дружеских отношений двух стран. Интерес норвежских студентов к русскому и русских к норвежскому языков сильно объединяет нас. Но есть что-то гораздо большее. Нас объединяет история, исследования в биологии и многое другое. По ряду вопросов у нас разные подходы. И обсуждая наши различия, мы вырабатываем общий, более целостный подход. Анатолий Самсонов, Сергей Зимских, Анжелика Долинина, Медиатсу Турсофу, Арктический мост.